Когда начинаются разговоры, вот Ельцин поставил Россию на колени. Интересно, как ему это удалось? А что, а 74 года до того ничего не значили? Не они ли поставили на колени Россию? Вот нам говорят, да, это вот, Ельцин, демократы довели страну. Как они могли довести? Они только унаследовались. Они вообще ничего не успели. Их можно ругать. Можно говорить, что они не так сделали, могли лучше сделать, меньше делали коррупциями. Но винить их в том, что Россия развалилась, Советский Союз, никак нельзя. Они к этому отношению имеют никак не больше, чем мы. Вот такая ситуация. Объяснить это им невозможно сегодня. Сегодня вообще есть категория людей, которым ничего объяснить невозможно. Вот они себя били в голову, это все жидовский завод. Ну почему здесь евреи? Евреи уехали из России. Их уже почти не было. Что они могли сделать? Где они? Нет, не объяснили. И так далее. Вот если они сейчас живут каким-то легендированием, мифотворчеством. Вот ты смотришь эти программы, и ты понимаешь, что идет мифотворчество, больное. Больное, потому что никто не хочет честно взглянуть себе в душу и признать. Да, мы участвовали в страшном деле. Да, мы были маленькие, слабые. Да, нам не хватило мужества против этого встать. Вот это сказать человеку под конец жизни, что он жизнь прожил зря. Что все, что он делал, во зло, а не в добро. Что все это кончилось естественным красом. Ни один человек добровольно такую вещь не скажет. И не сказали бы и немцы, если бы не было мероприятия процесса, деноцификации. Это надо было сделать. Но, к сожалению, власти на это не пошли. Поэтому к дичьи детям отношения очень двойственные. Вот есть люди, которые нас винят. Вот вы замечательную страну Советский Союз развалили. А есть люди, которые считают, что вы молодцы, вы приходите через Советский Союз. Понимаете, эмоционально другое подходит, что тоже неправда. Ну, много отношений разных совершенно. Градация отношений. Но, в принципе, у власти, например, к нам отношения очень осторожные. И они, в общем, старые десиденты в том, к их отец. Вот я убедился, когда я пошел на это, согласился баллотироваться, чтобы вести нужную компанию. Ну, свои были задачи. Вовсе не было задачи быть избранным, а была задача вести компанию. В том числе, для освободения политики учебных и так далее. Вот я там, в принципе, просто столкнулся. Насколько отношения у властей настороженные. Мне все говорят, что с ума сошла. Моя сестра мне позвонила, говорит, что с ума убийцами. А я же там был у них в списке тех, кого надо убить. Вот после Литвиненко, Закайев, Березовский. И я, честно говоря, сюда. А я поехал туда. Я говорю, неспокойтесь, я знаю КГБ, я их ментально знаю. Это то, что я в жизни знаю лучше всего. Как только я туда поеду, Путин вызовет патру, что в тогдашнем городе. И скажет, это провокация. Не подходите к нему больше. Так и было. Они близко не подходили бы. Вообще никак. Не трогали меня никаким образом. Они боятся нас. Потому что у нас репутация людей, которые Советский Союз возглавляет. И более того, скажем, мне Литвиненко рассказывал, а он все-таки был полковник ФСБ. Он, когда учился в университете, в академии, в любом случае, он мне сказал интересную вещь, я не знал. Мне потом это подтвердили, что у них было два дела, которые они отдельно изучали. По внешней разведке, по фианату Пеньковского дела, а по внутренним врагам меня. И вот им, это все поколение ГБшничков, оно воспитано на моем деле. О том, как им подавали это дело, что вот враг, вот вражительный. Так мы его никогда пальмотись не убили. Только он гаден, который видит. Он такой хитрый. И так далее. Что, конечно, чепуха, легенда. Но у них это в голове. И они поэтому стараются старые диссидентки не трогать. Да. На вопрос, пожалуйста. Ответ немножко подробно, если можно, о том, как вы баллотируете с президентом. А кроме того, может быть, немножко об организации под названием «Солидарность». Хорошо. Да. Значит, я... У меня несколько раз предлагали баллотироваться на одну, на другую. Ну, там, в 92-м году меня уговаривали депутатом из Совета, баллотироваться мэры Москвы и так далее. Но я всегда откаживался. Я, честно говоря, скажу вам честно, я с 93-го года вообще не верю в то, что эту страну можно спасти. Она, по-моему, кончена. Вот уже никаких ресурсов внутренних не осталось. Именно человеческих. Природные ресурсы еще есть. А вот внутренний потенциал... Ну, вы знаете, когда вы читаете эту статистику российскую биологическую, когда вы видите, что средний возраст мужчины, продолжительность жизни, 58 лет, вы понимаете, что в этой стране трудно выжить. Когда вы видите, что дети уже где-то там 70% родятся больными, когда они не могут набрать себе важную здоровь, вы начинаете понимать, что, в общем-то, поздно. И эти 73 года советской власти с расстрелами, с голодом, со всем этим насилием и уничтожением мозгов, они свое сделали. Эта страна сломана. Я в это не верил. И поэтому, конечно, мы никогда не согласились. Баллотироваться, мне не пошел бы. Но начались вещи, которые меня задели. Во-первых, пошли политические репрессии, появились политики черные. Ну, у меня такая биография, для меня политик ученый – это член моей семьи. Понимаете? Это арестантская этика, требует от меня помочь. Во-вторых, более того, вернулись психиатрические репрессии. Не так много, где-то с десяток случаев, когда людей по политическим причинам стали опять посылать в психиатрические больницы. А я с этим полжизнию боролся и очень собой гордился, что прибор человек не был. Нет его больше в России. А тут он опять возник. Третье соображение. Очень приуныли люди. Как-то испуг, вот репрессии. Все, сникли. Появился страх. Опять страх появился. Опять люди перестали говорить открыто. Опять стали на кухню говорить, понимаете? Опять стали по телефону бояться говорить. Ну что ж такое? Ну что ж, мы жили на это положили, чтобы люди могли спокойно говорить. Как-то трудно это перенести. И, конечно, разлапывал позиции полный. Вот их вытеснили. Вытеснили из политического пространства. Практически никакой работы они вести не могут. Выбраться нельзя. Выборок нет. И как-то они все очень снипли. И я, когда мне предложили очередной раз, я сказал, хорошо, вот, проснулся, соглашусь. Отлично понимаешь, что никто меня не зарегистрирует. Более того, если бы был хоть один один... Шанс, что меня зарегистрирует, я бы на это не согласился. Потому что это было бы безумно. У меня таких средств нет вести. Такую компанию. Это нужно, наверное, денег. Поэтому я решил использовать этот момент как удобную платформу для определенной компании. И это я и сделал. Была проблема выпустить и выпустить Трепашкина. А перед смертью меня Литвиненко очень просил сделать так, чтобы Мишу выпустили. И я ему обещал. И вот я поехал в Россию вытаскивать политических ученых, прихлопнуть опять политические репрессии. И как-то людей, смотрите, вот я в списках расстрельных. А я не боюсь. Чего же вы-то боитесь? У вас-то нет в списках расстрельных. Понимаете? Вот давайте как-то договоримся все. А мне легко договариваться с самошними политическими партиями. Я никогда не принадлежу. Поэтому я пришел в то же Яблоко. Говорю, поддержите меня. Они меня поддержали. Пришел в то же СПС. Поддержите, поддержали. И я в результате получил поддержку практически всех политических сил. Мне они были нужны. Я понимал, что у меня компании не будет. Но мне нужно было их хоть как-то соединить. Вот в чем-то. Чтобы дальше, развивая этот успех, привести на хоть каком-то единении оппозиционных сил. И это удалось. Удалось приход к психиатрии очень быстро. Они отпустили в общем всех. При первых же акциях компании они страшно испугались. Потому что я предрозил, что используют те методы, которые мы в 70-е использовали. Поднимем мировое психиатрическое сообщество. И они испугались. Они отпустили всех. Трепашки нас освободили. Полезок ученых, в общем, многих освободили. Не всех, к сожалению. Но довольно много. Ну и как-то народ приободрился. И я когда стал вести эту компанию, там нужно же собрать 500 людей для выдвижения. И никому не дают помещения. Мы собрались в Сахаровском центре. Там нет места. Там внутри помещения, дай бог, 200 человек повеситься. И вот 850 человек при 7 градусном морозе 4 часа, 5 часа стояли на морозе, чтобы подписаться. Это было огромное. Стоило это огромное денег. У нас не было ни копейки. Мы поставили картонный ящик. Можете бросить и все бросать. И это был способ как-то вдохновить людей. Мы можем. Мы можем сделать, если мы хотим. Вот моя была задача. И я считаю, что в общем, в большей степени она была выполнена. В результате этой работы стало возможным создание вот этого движения солидарности. Я вам сразу скажу, мне не нравится название солидарности. Я был против и отговаривал, и Гаррика, и Немцова от него. Это слишком амбициозно. Движение солидарности, это было мощное движение, 10-12-миллионное, когда практически все работоспособные люди в Польше объединились. Мы об этом не говорим. Мы говорим о перспективе того, чтобы это было. Мы скорее по своей роли должны быть тем, что в Польше на 80-й год были КОСКОР-комитеты. Были такие комитеты, если кто-то из вас помнит. Комитеты защиты работников, там комитеты социальной защиты. Их задача была, это были наши коллеги польские диссиденты, их задача была скоординировать. До этого разрозненные забастовки случались в Польше довольно часто. А их задача была скоординировать так, чтобы была всеобщая забастовка. И они это сделали. Так возникла солидарность. То есть они помогли солидарности. Так вот наша задача, как я это объяснял своим коллегам в Москве, не быть солидарностью, а помочь ей возникнуть. Она не из нас возникнет. Она возникнет из людей, которые сегодня работают, которые сегодня не до политики. Вот из кого она возникла. И мы должны к этому готовиться. И вот в результате мы создали такое движение. Более того, я с самого начала наставил, что это не должна быть партия. Хватит играть в партии. Это дурацкая вещь. Партия в России может быть партией, только если она зарегистрирована. Регистрирует государство. Оно решает. Не может быть оппозиционной организации милости в Кремле. И получается абсурд. Ты становишься оппозиционной партией, только если Кремль тебя зарегистрировал. Ну, замечательно. И какая же это оппозиция? Понимаете? Не надо партии. Путь будет движением. Не надо бюрократии. Не надо организационных комитетов. Мы, диссидентское движение, десятилетиями работали без всяких структур. У нас не было лидеров. У нас не было структур совсем. Каждый делал то, что считал для себя удобным, где он мог быть наиболее эффективным. И это оказалось наиболее эффективным способом организации. Именно поэтому КГБ ничего не могло с нами сделать. Не было лидеров. Они арестовывали одного за другим, а движение продолжалось. Они ловили хронику текущих событий, арестовывали одну редакцию, возникала вторая. Арестовывали вторую, возникала третья. То есть они не знали, за что хвататься с нами. И ровно такую систему надо создавать. Она жизнеспособна в противостоянии патриотарных государств. Мы это доказали. Делайте. Ну, убедить их до конца мне не удалось. Они сейчас сильно потонули в каких-то бюрократических спорах. Какой устав, что есть член. Ну, движение, ну, не надо члена. Движение, нет члена. Есть участники. Не надо членов. Не надо бюрократии. Ну, вот я продолжаю с ними спорить. Но движение возникло. Оно какие-то позитивные моменты имеет. Какие-то задачи может уже на себя брать. Хотя, повторяю, я шибко надеюсь на то, что оно будет, скорее, предтечи настоящего движения, нежели самим движением. Это люди, которые должны помочь скоординироваться оппозиционно настроенным людям в стране так, чтобы их действия стали синхронными. Чтобы они были максимально эффективны. Вот наша задача. Гораздо более скромная. Вот это ответ на ваш вопрос.